Сегодня ночью беспилотники атаковали Москву. Режим Владимира Путина не контролирует воздушное пространство даже на собственной территории, заявляют в нашем главном управлении разведки. Об этом говорит Андрей Юсов, представитель Министерства обороны. Также наши источники нашего канала в разведывательных ведомствах утверждают, что все птички долетели и ночная атака беспилотников на Москву это спецоперация главного управления разведки Минобороны Украины. А Песков Дмитрий, пресс-секретарь Путина, говорит, что все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы. Соответствующие меры, мол, принимаются. И пусть даже буквально 200 метров не долетели беспилотники до Министерства обороны Российской Федерации. Также их уламки попали в некоторые представительства ГРУ Российской Федерации и спецразведывательные управления. И пусть атака не такая массированная, все же мы видим, что летит над Москвой. Какого эффекта это достигает, кроме напоминания, что Москва уязвима и не совсем защищена средствами противовоздушной обороны? И как вы думаете, Марат, может ли это запустить какие-то дополнительные внутренние политические процессы, к примеру? Ну, как мне кажется, главный результат, которого можно достигнуть, это то, чтобы Путин отказался от этой концепции бесконечной войны. В том, что после того, как они поняли, что они не могут выиграть, то для того, чтобы не проиграть, они решили, что они будут воевать ровно столько, сколько у них получится. То есть перестроить экономику, забирать в армию столько, сколько погибает. Ну, и как бы, типа, столетняя война и так далее, и так далее. То есть вот эта концепция такой длящейся войны, она как бы возможна только при одном условии, что при этом, условно говоря, в Москве идет мир. Вот где-то там, в Киеве, в Одессе, в Одессе, значит, Россия воюет, а в Москве ходят люди в кафешки, открывают выставки и продолжается такая нормальная жизнь. Значит, если эта концепция как бы разрушается, то и сама как бы идея такой длящейся войны ставится под сомнение. Вот. Поэтому я думаю, что главное, что чего можно добиться, это можно добиться того, чтобы Путин начал делать новые ошибки, пытаясь запустить то, что называется эскалацию. Да, мы видим там, может быть, по направлению Польши, мы надеемся, что его такая самоуверенность приведет к тому, что откроется какой-то второй фронт. То есть, ну, Гитлер проиграл после того, как был открыт второй фронт. Вот. Поэтому я думаю, что это очень важно, чтобы периодически как бы дроны долетали до Москвы. Гитлер тоже незадолго до проигрыша говорил, что небо над Берлином всегда будет чистым, туда ничего не будет прилетать, но произошло совершенно обратное также, как показывает история. Но в то же время, как мы видим, Путину докладывают, что все беспилотники, все цели были обезврежены, сбиты средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому, как же он поймет, что война таки приходит на территорию Российской Федерации, что ему об этом скажет детальнее, дабы он понял, что надо, что он не сможет играть, вот это, точнее, воевать в долгую. Нет, ну, дело в том, что если бы, ведь уже нету больше вот такой архитектуры, ну, башни, где вот Путин, под ним там три человека, которые представляют ему информацию, под этими тремя человеками, под каждым отдел. То есть эта структура разрушена, она разрушена и самой войной, потому что он понял, что ему поставляли не ту информацию, да, ему кто-то обещал, что украинцы будут встречать российские войска с цветами, ему кто-то обещал, что украинская армия недостаточно для того, чтобы обороняться. То есть он понимает прекрасно, что нужна какая-то альтернативная источник информации, и, наконец, Пригожин. То есть Пригожин, ведь он же встречался с Пригожиным и с его там этими военно-начальниками, командирами. Именно почему? Потому что он понял, что та информация, которую ему докладывали, она не точная, да, он решил услышать что-то другое. Поэтому я надеюсь, что вот эта борьба между разными башнями, которые за ухо президента, все-таки приведет к тому, что он будет получать какую-то реальную информацию.